Добрый день! В эфире программа «Юридическая клиника онлайн». Меня зовут Юлия Шишацкая, директор юридической клиники Национального университета Одесской юридической академии. И сегодня мы рассмотрим тему «Незаконное увольнение во время карантина и как защитить свои права на труд». На сегодняшний день в юридическую клинику поступает большое количество обращений в связи с незаконными увольнениями во время карантина. Сегодня я попытаюсь раскрыть основные вопросы, на которые стоит обратить ваше внимание. Так, во исполнении распоряжения Кабинета министров Украины от 11 марта до 2020 года о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, на территории Украины с 17 марта был введен карантин. В частности, запрещено посещение учебных заведений, проведение массовых мероприятий, деятельность ряда субъектов хозяйствования, которое предусматривает прием посетителей, ограничены перевозки граждан в пределах города, а также приостановлено внутреннее пассажирское железнодорожное сообщение между городами. В связи с введением карантина значительное количество действующих субъектов хозяйствования, кроме субъектов критической инфраструктуры, вынуждены были ограничить или приостановить хозяйственную деятельность. По данным ТПП, на сегодня в Украине приостановило свою деятельность около 700 предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивали работы более 3,5 миллионов человек. Итак, последние события в нашей стране привели к тому, что перед субъектами хозяйствования, которые были вынуждены приостановить или ограничить хозяйственную деятельность, встал острый вопрос организации работы работников во время карантина, не допуская при этом нарушений трудового законодательства. 18 марта, а также 30 марта этого года, Верховная Рада Украины приняла закон номер 530 и закон номер 540, которыми введен ряд законодательных нововведений, в частности в трудовом законодательстве, а именно, определен порядок оплаты труда во время простоя предприятий в связи с введением карантина, приостановлено право работодателю поручать работников в течение определенного периода выполнять работу дома, введен режим дистанционной удаленной работы, урегулирован вопрос гибкого графика рабочего времени. На период карантина работникам было предоставлено право на получение отпуска без сохранения заработной платы, введена выплата пособия по частичной безработнице работникам малых и средних предприятий. Учитывая данные законодательные нововведения, предлагаю рассмотреть особенности увольнения работников, оплаты труда работникам, трудоустроенных на предприятиях, которые приостановили свою деятельность, а также особенности организации труда во время карантина. Увольнение в условиях карантина. По общим предписаниям трудового законодательства, введение на территорию Украины карантина не является самостоятельным основанием для увольнения работников по инициативе работодателя. При этом, хоть карантин не является основанием для увольнения, он может рассматриваться как предпосылка для проведения работодателем процесса сокращения численности штата работников. В таком случае работодатель имеет право уволить работников, однако такое основание не является автоматическим и требует от работодателя принятия таких обязательных мероприятий. Сообщить государственную службу занятости об увольнении, если увольнение является массовым. Предупредить работников об увольнении не позднее, чем за два месяца. Предложить работникам вакантные должности, если таковые имеются в наличии и соответствуют образованию и квалификации работника. Получить согласие профсоюзного органа на увольнение работника в случае, если профсоюзный орган был создан на предприятии. Выплатить работнику выходные пособия в размере среднемесячного заработка. Однако следует учитывать, что работник может быть уволен с должности исключительно при наличии внедрения изменений работодателям в организацию производства и труда его сотрудников. Как показывает судебная практика, доказательствами наличия таких изменений в частности могут служить служебные записки при заключении полномоченных подразделений на предприятии, сопровождающихся приказом с обоснованиями о необходимости внесения изменений в структуру и штатное расписание предприятия, в котором указывается перечень должностей, количество работников, подлежащие сокращению. При этом случае, если изменения в организации производства и труда работодателя фактически не состоялись, в судебном порядке по иску работника увольнения может быть признано незаконным, а работник восстановлен в должности. Следует отметить, что работник не может быть уволен в период его временной нетрудоспособности, а также на период пребывания в отпуске. Также не допускается увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, до 6 лет в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью. При таких обстоятельствах сам по себе факт введения карантина на территорию Украины не дает оснований работодателям увольнять трудоустроенных работников. Все без исключения увольнения должны происходить исключительно в плоскости требований действующего трудового законодательства. Наряду с этим работодателям при увольнении работников вне рамок закона необходимо учитывать, что грубое нарушение законодательства о труде является уголовным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 173 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает применение штрафа в размере от 34 тысяч до 51 тысячи гривен или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или исправительной работы на срок до двух лет. Перейдем к вопросу оплаты труда во время простоя. Субъекты хозяйствования, которые приостановили свою деятельность, считаются находящимися в состоянии простоя. Простой – это приостановление работы, вызванное отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, непереборной силы или другими обстоятельствами. Это часть 1 статья 34 Кодекса закона о труде Украины. Если говорить о поплате труда во время простоя, то на практике единого подхода среди органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций не определено. Одна часть работодателей во время простоя из-за карантина считает правильным выплачивать работнику заработную плату в размере не ниже 2-3 тарифной статуски оклада. Другая же часть работодателей склонна считать, что работники имеют право на получение средней заработной платы. Это, в частности, связано с тем, что на законодательном уровне не был определен четкий порядок оплаты труда во время простоя, обусловленный введением карантина. Зато данный вопрос был нормирован законодателем только после принятия закона номер 540, в котором было определено, что во время простоя не по вине работника, в том числе на период объявления карантина, оплачивается из расчета не ниже 2-3 тарифной ставки установленного работнику разряда оклада. Вместе с тем, при оплате труда во время простоя, обусловленного карантином, стоит также анализировать положение коллективных договоров при наличии, где стороны договора могли определить иной порядок оплаты труда. Итак, работодателям, которые приостановили свою хозяйственную деятельность из-за карантина, при выплате заработной платы работникам следует руководствоваться положениями закона номер 540, а также учитывать положение коллективных договоров, если такие заключались между сторонами. Впервые о возможности выполнения работы работниками дома на время карантина говорилось в законе номер 530, однако законом не был определен порядок оформления работников, рабочий график и оплата труда. Лишь с принятием закона номер 540 законодатель пояснил особенности организации работы работников на дому, определив такую форму организации труда, как дистанционная. В условиях дистанционной работы работник выполняет поставленное от руководства задание по месту жительства или в другом месте по его выбору с помощью информационно-коммуникационных технологий. При этом следует учитывать, что в таком случае работнику должны быть созданы благоприятные условия для выполнения поставленных перед ним задач. В частности, работодатель должен обеспечить работника техническими средствами или оборудованием, которые необходимы ему для надлежащего выполнения задач от руководства, а также по договоренности возмещать работнику понесенные им расходы. Например, распечатку документов, отправку почтовой корреспонденции, услуги интернета и телефонии. При дистанционной работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению. При этом на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка. В то же время в трудновом договоре может быть и установлены и другие условия, которые должны следовать работодатели и его работники. Если говорить о поплате труда, то когда работник и работодатель письменно не договаривались об ином, дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроке, определенные действующим трудовым договором. Итак, на первый взгляд, выполнение работникам работы на дому может быть эффективным инструментом работы во время карантина. Однако недостатком такого режима является то, что выполнить такую работу из дома может далеко не каждый работник. Например, работники производственной сферы, сферы предоставления развлекательных и культурных услуг, а также работники общебита не могут выполнять работы дома. Переходим к вопросу «незапланированный отпуск». С целью недопущения сокращения штата или численности работников, работодатели вправе предложить работникам воспользоваться правом на отпуск. Такой вариант может быть выгодным для работника, поскольку на момент пребывания в отпуске за ним сохраняется рабочее место, а риск увольнения является минимальным. В соответствии с общими предписаниями действующего законодательства работник на весь период карантина или на его часть частности имеет право на такие отпуска. Ежегодный отпуск с сохранением заработной платы, отпуск на период карантина без сохраненной заработной платы, отпуск без сохраненной заработной платы продолжительностью до 15 дней, отпуск без сохранения заработной платы или с частичным сохранением по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет, дополнительный отпуск для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка человека инвалида с детства и женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 15 лет, а также другие отпуска, предусмотренные законом Украины об отпусках. В то же время работникам следует помнить, что получение отпуска является правом, а не обязанностью, а поэтому работодатель не может принудительно направить своего работника в отпуск без его согласия. Сегодня бизнес и общество стали заложниками ситуации. Введение на территорию Украины карантина и распространение коронавируса COVID-19 не следует рассматривать как основание для нарушения требований трудового законодательства, в том числе прав лиц на труд и получение заработной платы. Подводя итоги, считаю, что государство через систему государственных органов симбиозит с бизнесом и обществом имеют все шансы на преодоление последствий карантина и распространение коронавируса COVID-19, не допуская нанесения значительных потерь. Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в юридическую клинику по номеру телефона 048-777-2761 или по адресу город Одесса, улица Черняховского, 2.